Собрались мы, чтобы задавать вопросы главе Хабаровского края Сергею Ивановичу Фургалу. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые комсомольчане и гости города Комсомольска. Да и вообще, здравствуйте, все жители Хабаровского края. Ну и рукой, конечно, надо помахать, потому что телетрансляция, еще раз напоминаю, идет. Насколько нам известно стало за то время, чтобы губернатурство идти, да, вот есть, наверное, такое слово в русском языке, мы знаем, что вы достаточно открытый в медиа-сообществе, у вас есть свой Инстаграм, это необычно для глав регионов дальневосточных, и вы там очень любите отвечать на вопросы, то есть вы вполне себе открытый. Ну, знаете, я действительно полностью открыт, у меня есть Инстаграм, я езжу по краю, я встречаюсь с людьми, никаких проблем в открытости нет, любой, кто пожелает ко мне попасть на прием, я, конечно, не скажу, что это легко, но это более чем возможно, потому что задание моим всем секретарям и помощникам таково, что если люди хотят попасть на прием, если у меня есть свободное время, значит, нужно это делать. Поэтому никаких абсолютно проблем с открытостью нет. Ну, я надеялся, вы, конечно, как в Инстаграме это принято, короче ответите, но тем не менее, спасибо за полный ответ. Что касается открытостей, почему я вообще с этого начал? У нас сегодня сидят здесь и блогеры, и представители СМИ в Курсомольском на море, и они будут вам задавать разного рода вопросы, неподготовленные вопросы. Это, кстати, очень необычно, когда пресс-служба, заранее приезжая перед губернатором, не просит согласовывать вопросы. Вам за это большой респект, мы сейчас будем с вас спрашивать по комплексу. Готовы? Я готов, и сразу хочу сказать, я очень сильно люблю, когда вопросы не подготовлены. Если подготовлены вопросы, я на них не отвечаю. Ох, не спешите насчет любви к вопросам. Что касается нашего сегодняшнего разговора, будет он строиться следующим образом. Будем мы давать слово гостям, которые сидят в студии, они будут представляться, называть тот блог или то СМИ, к которому имеют отношение, и, собственно, задавать свой вопрос. Ответ вы можете коротко или не очень тоже оглашать здесь у нас. Также работает SMS-сервер. Надо отметить, что в течение суток он такое количество сообщений для вас принял, что мы их распечатали и вам отдадим. Сможете с этими людьми пообщаться лично, там номера телефонов есть. Вы в течение этого часа можете продолжать направлять свои вопросы в губернатору 8 962 297 106 и 3. Что касается вопроса от меня лично, меня зовут Денис Ковалев, этот вечер я буду с вами проводить в эфире. Хочу, пользуясь правом первого голоса, задать вопрос по дороге. Вы вернулись из Амурска. Как дорога, не в плане вашего, вижу, все-таки вид усталый, да, не в плане этого, хотя можете на них, пожалуйста, как сама магистраль. Хорошие ли дороги по дороге из Амурска в Комсомольск? Расскажите. Ну, знаете, если мы хотим сказать, хорошие или плохие, то, естественно, дорога нехорошая. Я не скажу, что дорога ужасная, по которой нельзя ехать, тоже нельзя сказать, ну, и сказать, что хорошее не представляется возможным. Ну, во всяком случае, я обратил внимание на что? То, что все дороги почищены. И до Амурска, и в Амурске, и, как мне сказали жители Амурска, даже почищены асфальты. Прокладные дорожки, точнее. Поэтому это вызывает, ну, такое положительные эмоции. Если дороги постоянно чистятся, то это хорошо. Мы, как комсомольчане, хотим сказать, приезжайте чаще. А что касается вопроса... Я понял ваш намет. ...по Амурску с него хотелось бы все-таки начать. Амурск самый близкий комсомольский город. И видим заголовки первых, которые стали после вашего появления там появляться. Главный врач Амурской районной больницы, вы с ним встречались, да, опасается, что сотрудники его переберутся в Комсомольск, когда здесь будут достроены те комплексы, которые вот сейчас... Есть такое опасение. Почему? Потому что задавал я ему этот вопрос. Сегодня обеспеченность врачами в городе Амурске 52%. Всего лишь 52%. Учитывая, что в Комсомольске на Амуре мы строим целый комплекс больницы. Это и объединенную детскую больницу, и онкологический диспансер, и другие учреждения. А кроме этого, мной дано поручение параллельно строительства больниц, строек и жилые дома. То есть мы предполагаем так, что все врачи, которые будут тут устраиваться, должны быть обеспечены жильем. Соответственно, возникает очень серьезная опасность. того, что в других регионах, в других районах нашего Хабаровского края захотят переехать сюда врачи. Ну, понятно, если предоставляется нормальная работа, предоставляется жилье, то у людей, конечно, возникает желание переехать. Из более, скажем, дегрессивного в более прогрессивный. В этом опасность, конечно, есть. Но, понимая эту проблему, разработана программа краевая, по которой все-таки мы будем увеличивать количество абитуриентов и студентов, особенно те, кто выходит сегодня на аргументуру, для подготовки за бюджетные деньги специалистов для работы по всему Хабаровскому краю. Мы, конечно, не можем позволить такой роскоши, что в одном городе мы не 100% обеспечены с докторами, а в другом там вообще не будем докторов. Учитывая, что сегодня нам катастрофически не хватает медицинских работников, будем предпринимать, с одной стороны, меры для увеличения, а с другой стороны, для равномерного такого планового распределения. Что касается медицины, этот вопрос, почему я с него начал, он сам наболевший, за каламбур, извините. Многие спрашивают у нас здесь на WhatsApp, радио 2, именно по медицине задают вопросы. Кстати, те, кто их прислал, вы же, чтобы не думали, что мы что-то свое, от себя, что-то какое-то здесь говорим, мы вопросы будем изредка задавать. Вот Виктор Решетников подписался, и его вопрос я вам сейчас задам. Жалуется он на то, что в Комсомольске нет детской медицины, что у взрослых как-то постоянно какие-то разговоры идут, а детских специалистов, таких как ЛОР, ну и так далее, перечисления идет, не хватает. Детское УЗИ, да невозможно дождаться, рентген тоже нет. Это боль нашего города. Как ее? Знаете, это вообще боль всего Хабаровского края. Но понятно, что город Комсомольск-Намури, являясь вторым городом в Хабаровском крае, имеет такое большое количество жителей, ну, я имею в виду по отношению к другим населенным пунктам, конечно, недопустимо того, что сегодня здесь действительно, я это осознаю, знаю и понимаю, очень ослабо налажена вообще система здравоохранения, а детская система охраны здоровья, ну, находится в серьезном таком, как бы правильно так сказать, чтобы никого не обидеть, ну, в депрессивном тренде. Поэтому и строится-то объединенная поликлиника и больница именно детская, понимая то, что сегодня у нас катастрофически не хватает специалистов. Вы знаете, эту проблему невозможно решить ни за один день, ни за один месяц, и, наверное, даже ни за один год. Но ответ на то, что эту проблему нельзя быстро решить, не является основанием для того, чтобы эту проблему не решить. Это мы в серьезном образом сегодня рассматриваем. Я предлагаю сегодня, предложил сегодня правительству рассмотреть вопрос привлечения специалистов, в том числе и детских, в разные города, в том числе и комсомольств. По такому принципу, значит, мы сегодня не можем платить молодому врачу большую зарплату, если мы будем платить в рамках федерального закона на основании ставки, там, оклада. Но при этом мы понимаем, что, конечно, хороший специалист, тем более русский специалист, тем более детский, не поедет работать за зарплату 20 или 30 тысяч рублей. Это удобно. Поэтому тут не надо не питать никаких людей. Поэтому есть такое предложение, которое мы сейчас прорабатываем, все-таки для тех специалистов, особенно узких, которые нам необходимы, уйти от сих сил на зарплате и перейти на заключение контракта. Что это значит? Мы заключаем с молодым, ну, не обязательно с молодым, вообще со специалистом контракт, в котором прописываем его материальное вознаграждение, а взамен требуем исполнения определенных функционалов, определенных функций. Я думаю, что эта ситуация улучшит, не решит, конечно, полностью, но значительно улучшит возможность привлечения специалистов. А второе, как я уже сказал, конечно, мы постараемся, я уверен, что мы это сделаем, обеспечить всех врачей жизненным. Чему бы нам это ни стоило? Дорого, это дешево? Здесь уже недоразумеется. То есть медицинский персонал, врачи должны быть обеспечены жизненным. Поэтому эта задача тоже серьезно-средоустрая. Ну, в принципе, понимание, как ее решать, есть. Она уже решается. Мы запланировали строительство нескольких домов, мы запланировали покупку на вторичном рынке. Но здесь тоже, покупая на вторичном рынке, нельзя провоцировать рост цен. И нельзя спровоцировать рост населения. Тут тоже надо думать. Но вообще к этим вопросам мы подходим очень взвешенно, я и думаю. Потому что понимаем, что одну проблему за счет создания других проблем решать нельзя. Комсомольчане задают вопрос, а с кого спросить? То есть они очень любят вас, как с губернатора, либо с министра здравоохранения? Да нет. Я думаю, что вопрос обеспеченности жильем, вопрос обеспеченности рабочим местом, вопрос обеспеченности заработной платы, надо спрашивать губернатора. Я готов отвечать.